Почти 16 тысяч анапчан приняли участие в предварительном отборе кандидатов от партии «Единая Россия» к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. Голосование прошло в минувшее воскресенье. Единороссы говорят, что процедура поможет им выдвинуть наиболее достойных кандидатов. Голосование по партийному списку было рейтинговым. Можно было выбрать сразу несколько кандидатов. Пятерку возглавил председатель краевого законодательного собрания Кубани Владимир Бекетов. За него проголосовали 77%. На втором месте заместитель краевого исполкома Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. На третьем – врач краевой клинической больницы Владимир Парханов. В пятерке также депутат ЗАГСобрания Александр Скоробогатько и олимпийский чемпион Алексей Воевода. Напомню, это выбор анапчан. На краевом уровне итоги планируют подвести к середине этой недели. Помимо этого, жители города-курорта могли определиться с кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу. 83% предпочли действующего парламентария Ивана Демченко. Ранее, в ходе встречи с будущими избирателями, он пообещал профинансировать реализацию ряда важных для Анапы проектов, а также более активно привлекать в город-курорт федеральные средства. Только федеральные деньги. Сегодня основная задача – это обеспечение социальной инфраструктуры на предшествующий сезон, ну вот на этот сезон, который будет, и на ближайшие три года. Не менее 10 миллиардов денег надо только воду и электроэнергию отдать. Не нарушил, не нарушил экологическую составляющую.